В стране продолжается активная подготовка к предстоящему важному политическому событию досрочным выборам президента. На местах организуются конференции, в рамках которых выбирают делегатов на съезды и курултая политических партий. Движением предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана ведется активная подготовка к предстоящему большому политическому событию страны. В эти дни на местах проходят конференции, на которых выбирают делегатов на 11-й съезд партии. Очередная из них состоялась и в Каракалпакстане, где говорилось о масштабности и результативности осуществляемых в последние годы реформ, обновлений и развитий во всех сферах. Выбирали делегатов на съезд и на конференции Ташкентского городского совета УЗЛИДЭП, на которой широко обсуждались вопросы, связанные с активным участием политорганизаций в предстоящих выборах президента страны. Также отмечался динамичный рост инвестиционной активности в Узбекистане, что позитивно сказывается на дальнейшем развитии экономики, обеспечении занятости населения, повышении его благосостояния. С каждым разом у нас повышается предпринимательское отдело и открывается очень много предприятий, где создаётся очень много рабочих мест. Все реформы, которые у нас на сегодняшний день проходят, мы хотим, чтобы продолжались в дальнейшем. Мы поддерживаем кандидата в президенты от нашей партии УЗЛИДЭП. Актуальные задачи, стоящие перед активистами УЗЛИДЭП, определили круг вопросов, вынесенных на обсуждение участников 13-й конференции на Манганского областного совета партии. Во время диалога подчеркивалась ответственность политорганизации в ускорении и продолжении реализуемых в стране преобразований, в основе которых честь и достоинство человека. Утверждены делегаты на 11-й съезд партии, а также новый состав областного совета УЗЛИДЭП. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. В настоящее время во всех регионах страны проводятся конференции Народно-демократической партии Узбекистана. На одной из них с Амаркандским областным советом НДПУ были рассмотрены вопросы достойного участия в предстоящих выборах президента, а также утверждения делегатов на Курулта и партии. Очередное такое мероприятие состоялось в Кашкадаринской области, участниками которого также акцентировали свое внимание на актуальных задачах, стоящих в этом плане перед партийцами, эффективной организацией деятельности, пользуясь созданными равными условиями для всех политических организаций, исходя из интересов электората. Отдельное внимание организационно-правовой и материально-технической подготовки на должном уровне, что и обеспечит достойное участие партии в важном политическом событии страны. Выборы отражают волю народа, возможность принять участие в важном политическом событии, которое определяет дальнейшее развитие страны. В этом плане подготовительная работа ведется и к Ашкадаринским областным советам НДПУ. Сегодня мы рассмотрели вопросы, связанные с усилением данной деятельности. Ни одна деталь, связанная с подготовкой к выборам президента страны, не осталась без внимания и на конференции Каркалпакского республиканского совета НДПУ. Активисты нашей партии будут расширять масштабы работ, направленных на достойное участие НДПУ в предстоящих выборах президента страны. Сегодня определены актуальные задачи в этом направлении. На основе высказанных мнений и предложений по рассмотренным вопросам региональными советами приняты соответствующие решения и выбраны делегаты на Курултай НДПУ. На конференции, проведенной Самаркандским областным советом Социал-демократической партии Узбекистана Адуалат, были избраны делегаты от всех районов региона для участия в 11-м Курултая партии. Сегодня в составе Самаркандского областного совета СДП Адуалат ведут свою деятельность 820 первичных партийных организаций, объединяющих с собой около 65 тысяч членов политорганизаций. По итогам широких дискуссий одобрены 11 делегатов на 11-й Курултай СДП Адуалат. Кроме того, на мероприятии были подробно рассмотрены актуальные задачи касательно полноценного участия в важном политическом процессе и приняты соответствующие решения. В Гулистане состоялась 11-я конференция Сардаринского областного совета Социал-демократической партии Узбекистана Адуалат. Детально обсуждались все аспекты деятельности, направленные на продвижение идей и целей партии, а также активном участии в предстоящих выборах президента страны. Выбранные делегаты отправятся на Курултай партии для ознакомления с программой кандидата на пост президента и при необходимости внесения изменений, чтобы там отражались вопросы волнующих жителей нашей области. Могу с уверенностью сказать, что подобная политическая активность наших граждан поможет провести предстоящие президентские выборы на основе демократических принципов. По итогам конференции пять активистов были одобрены в качестве делегатов на 11-й Курултай партии. Вопросы, включенные в повестку дня конференции Ферганского областного совета экологической партии Узбекистана, определили спектр важных задач в процессе активного участия в предстоящих выборах президента страны. Мнения и предложения легли в основу дальнейшей деятельности в этом направлении. На конференции всесторонне рассмотрены и другие вопросы, а также утверждены делегаты на предстоящий съезд экологической партии Узбекистана. Джизакский областной совет политорганизации также сконцентрировал свое внимание на важных направлениях своей деятельности в процессе подготовки к важному политическому событию страны. Из 33 членов областного совета нашей партии, 10 самых активных примут участие в работе съезда экологической партии Узбекистана. Основное внимание сегодня уделено повышению ответственности партийцев в процессе подготовительных работ к выборам президента страны. Мы в ответе за будущее. Под таким девизом на местах проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем, дальнейшее усиление работы по защите окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и созданию лучших условий для жизни. На конференции выбраны делегаты на съезд политорганизации. На конференции Кашкадаринского областного совета экологической партии Узбекистана подчеркивалась необходимость дальнейшего повышения активности первичных организаций. Говорилось о расширении мероприятий на местах, направленных на повышение уровня осведомленности электората о новшествах в избирательном законодательстве республики. В процессе диалога из числа активистов, проводящих эффективную работу по разъяснению среди широких слоев населения сути и значения целей и задач политорганизации, были выбраны делегаты на съезд экологической партии Узбекистана. Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Здесь состоялась восьмая внеочередная конференция областного совета демократической партии Узбекистана Малитхеляныч. Тщательная подготовка к предстоящему политическому процессу, который состоится 9 июля, один из основных вопросов повестки дня. Внимание акцентировалось на дальнейшем усилении пропаганды идей партии среди населения, расширении партийного актива, эффективной организации всех мероприятий, связанных с избирательным процессом. Также обсуждался вопрос об избрании делегатов на внеочередной съезд демократической партии Малитхеляныч. 12 активистов, работающих в партийной системе и широко пропагандирующих ее цели, были единогласно одобрены участниками конференции. Состоялась и восьмая внеочередная конференция Ферганского областного совета демократической партии Узбекистана Малитхеляныч. Участники мероприятия на основе широкого обсуждения высказали мнение и предложение по рассмотренным вопросам. Также выбраны делегаты на внеочередной съезд партии и внесены изменения в состав областного совета демократической партии Узбекистана Малитхеляныч. Сегодня, благодаря изменениям во всех сферах жизни, государство становится важным не только социальная, но и политическая активность молодежи. Молодые люди не без различных происходящим изменениям. Они активно принимают участие в избирательных процессах. Как представитель молодого поколения демократической партии Малитхеляныч, буду проявлять свою активность в предстоящем политическом событии.